Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Михаль «Судьба на выбор. История по поданке» Читает актриса Ольга Голованова Вступление Даже боги иногда ошибаются, отправляя вверенные им души совершенно не туда, куда следовало. И тогда они покидают подвластные им провинции и спускаются к людям в облике старушек, добрых дядюшек и даже животных и исправляют свои ошибки. Глава первая Взрослая женщина лет 35 припарковала свою автомобиль у небольшого и старого дома. Несмотря на это, дом был милым. Резные ставни по корнезу спускался, ярко-зеленый плющ, Крышу дома украшал гордый петушок из дерева, выкрашенный в красный цвет. Дом был похож на пряничный. Елена Валентиновна Сотникова перевела свой взгляд на визитную карточку, которую с трудом отыскала в своей сумке. Визитка была бархатистой, сливочного цвета, с позолоченным орнаментом и надписью в старинном стиле. «Хотите изменить свою судьбу? Вам поможет гадалка Лидия, улица Странников, дом 1». На самом деле Елена не доверяла гадалкам. В детстве уличная гадалка-цыганка предсказала ей чудесное будущее богатого мужа-красавца и троих детей. После второго развода она часто вспоминала эту обманщицу. «И зачем она сюда приехала?» — спрашивается в задачнике. Она ведь не верит во всю эту чепуху. Но Елена дала обещание своей тетке, что съездит к этой гадалке. А слово она привыкла держать. Но что, собственно, она теряет? Ее будущее уж точно не может быть хуже прошлого. Два развода, отсутствие детей, излишняя полнота в теле, 35 лет уже. Осталась только престижная работа. Но работа — это не семья. Елена взглянула на часы. Время приема приближалось, и она уверенно толкнула калитку и постучала в резную деревянную дверь, выкрашенную в ярко-голубой цвет и местами облупившуюся. Женщина, открывшая дверь, выглядела, как обычная старушка, чья-то бабушка, но с волосами ярко-красного цвета. Впрочем, почему у бабушки не могут быть красные волосы? — Ходите, — любезно пригласила она ее. — Уже жду вас. Внутри дом был отделан в деревенском стиле, кругом яркие ткани с крупным рисунком, широкий диван и два кресла. Елене вдруг захотелось поверить в чудо. Разве может человек с таким голосом и такой добродушной внешностью сделать что-нибудь плохое? — Вы Лидия? — спросила вежливо Елена. Как-то обращаться к старушке только по имени было неловко. — Я, дорогая моя, присаживайся в это кресло и рассказывай, чем могу быть тебе полезна. Елена присела на самый краешек цветастого кресла и смущенно ответила. — Меня зовут Лена, и вашу визитку дала моя тетя. Вы предсказываете судьбу? — Ну что ты, милая, конечно же, нет, — ответила с теплой улыбкой бабушка Лидия. — Я просто даю людям шанс изменить свою судьбу и прожить другую жизнь. Я умею только это. — Умеете только это? — изумилась Елена. — Только это? — радостно согласилась бабушка Лидия. — Так что, если ты, дорогая Леночка, заинтересована, давай решим все финансовые вопросы и приступим к делу. — А-а-а, — протянула со скепсисом Елена. — Финансовые вопросы. Да-да, конечно. Бабушка Лидия резко перестала улыбаться и посмотрела на Елену ледяным взглядом. — Да, милочка, у меня тоже есть расходы, поэтому я беру плату за свои услуги. Елена слабо улыбнулась и кивнула. — Мне хотелось бы побольше узнать о том, что именно вы делаете, прежде чем заключить соглашение, — сказала она. — Я никогда не слышала, что можно изменить судьбу. Бабушка Лидия посмотрела на Елену с прежней теплой улыбкой. — Я делаю именно то, что уже сказала. Помогаю людям изменить судьбу. Что еще непонятно? Елена вздохнула, ощущая небольшое раздражение внутри. — Хоть убейте, но я все равно не понимаю вас. Объясните, пожалуйста, поподробнее, очень прошу. Несколько минут бабушка Лидия пристально смотрела на Елену. Неужели та действительно не понимает, как это — изменить судьбу? Елене показалось, будто она ее попросила объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Но бабушка снова улыбнулась. — Я могу поменять твою судьбу по тем критериям, которые ты сама озвучишь. Например, ты хочешь быть успешной актрисой или вообще мечтаешь стать мужчиной. Может, ты хочешь увидеть другой мир и прожить жизнь там? Ты будешь в другом теле, с другой внешностью, будешь жить в другой семье, возможно, в иной стране или мире. Говорить на другом языке примерно так. Есть вопросы? — Вопрос. Я стану другой, но останусь со своими знаниями и прожитым жизненным опытом? — выпалила Елена. — По желанию. Хочешь — забудешь. Хочешь — будешь все помнить. — А сколько это стоит? — спросила она. — Одна тысяча рублей. Елена даже растерялась. — Вы поменяете мою судьбу за какую-то тысячу рублей? Глаза бабушки Лидии весело заблестели. Она кивнула. Елена вытащила кошелек. Даже если это не сработает, не жалко этих денег, она протянула бабушке пятитысячную купюру. Сдачи не нужно. Бабушка улыбнулась, спрятала деньги в карман красного халата и указала Елене в сторону коридора. Она привела женщину в маленькую узкую комнатку в дальнем конце дома. Там было два окна, выходивших в самый темный угол сада. Густой плющ ковром укрыл, высокий забор и деревья склоняли над ним свои густые ветви. Никакого другого цветного пятна не было, ничего больше не нарушало мрачного темного тона. В комнате стоял только один шаткий стул и повидавшие времена стол, на котором стоял мутный шар, да еще на полу лежал огромный выленивший ковер. На стенах, выкрашенных в темный коричневый цвет, ни одной картины. В общем, это была странная комната. — Это больно? — спросила она. — Конечно, нет, — ответила бабушка Лидия. — Боль бывает только в жизни, а переход не причиняет боли. А теперь скажи, милая, какую судьбу ты желаешь? — Все это полный бред, — подумала Елена. Если это обман, то я лишусь пяти тысяч рублей. Но если все правда из того, что она обещает, не то чтобы я верю, но... А вдруг получится? Я желаю быть молодой и красивой девушкой. Желаю выйти замуж, но чтобы муж был тоже хорош собой, был полностью здоров и имел выдающиеся особенности. Ну, вы меня понимаете. А еще, чтобы он был обеспеченным, богатым. Также желаю, чтобы у нас была красавица-дочь, а потом можно родить и сына. И чтобы жили мы в большом доме. Нет, не в доме. В настоящем замке. И мы были счастливы. И еще хочу помнить свою прошлую жизнь и сохранить все свои знания. Лидия рассмеялась искристым, и вдруг молодым смехом, и сказала, — Будет все именно так. Только помни, назад вернуть свою прежнюю жизнь уже не сможешь. Я согласна, — кивнула она. Садись, клади руки на шар и закрой глаза, Леночка. Она послушно села, положила руки на прохладное стекло шара и закрыла глаза, чувствуя себя неловко из-за абсурдности ситуации. И тотчас ей показалось, что она плывет. Это было приятно. Открывай, — донесся до нее голос Лидии. Елена открыла глаза и обнаружила себя, сидящей все в той же странной комнате, на одиноком расшатанном стуле, держа руки на мутном шаре, и ничегошеньки не изменилось. Она со скепсисом посмотрела на бабушку Лидию и спросила. «Я так понимаю, ничего не получилось?» Бабушка Лидия вновь рассмеялась. «Все получилось, дорогая моя. Поезжай домой, прими ванну и ложись спать. Завтра ты проснешься той, кем загадала стать. А теперь ступай, у меня дел еще полно». Она шустро спровадила Елену за порог и закрыла за ней дверь. Елена разочарованно вздохнула и произнесла. Что и требовалось доказать. Она посмотрела на августовское небо и снова печально вздохнув, поплелась к своему автомобилю. Не видать ей красивой новой судьбы. Так и будет волочить она свой век в одиночестве. Растолстеет еще больше, заведет сотню кошек и будет отравлять жизнь своим соседям. Добравшись до дома и плотно поужинав, Елена, не зная, зачем это делает, приняла ванную, как сказала сделать бабушка Лидия, и потом легла спать. Стоило ее голове коснуться подушки, как тут же ее накрыла темнота. и он как будто же ты, и ты переделаешь, и ядрость машина, и ядрость машина,